Я хотел поговорить про… У меня был небольшой должок с прошлой лекции, там осталась недоказанная одна теорема, но я хочу это, на самом деле, отложить до следующей недели, потому что эта теорема нам как раз там понадобится, и будет логично ее вспомнить и вернуться к доказательству. Ну, а сейчас я хочу поговорить про новую тему, про вычисление производных. Мы обсудили, что такое производная, как она определяется, а сейчас я хочу немножко поговорить про правила и теоремы, которые позволяют их находить. Ну, нам не хочется каждый раз по определению через предел находить производные. Это, конечно, прикольно, но хочется как-то делать это попроще. Ну, вот давайте поговорим про вычисление производных. Так, да, я не забыл расшарить экран. Так. Ну, тут все как обычно. Когда мы обсуждали пределы, мы обсуждали, что вот у нас, допустим, есть утверждение про то, что пределы двух функций существуют, и дальше мы по-всякому комбинировали эти функции, складывали, умножали, делили, считали композиции, в общем, по-всякому. И сейчас будет то же самое. Значит, первая теорема – это теорема про производную сумму. И устроена она так. Пусть f и g дифференцируемы в точке x0. Извините, пожалуйста, у меня был вопрос. Вот мы говорим, что они дифференцированы в точке x0, я не совсем понимаю, что это значит. Это просто означает, что у них существует производная. То есть существует производная f' в точке x0 и g' в точке x0. Сколько производная – это предел, и мы обсуждали, что она может существовать, может не существовать. Значит, слова, функции дифференцируемы в точке, и слова у функции существуют производные в точке – это синоним. Тогда давайте рассмотрим функцию h, которая устроена так. h от x равняется f от x плюс g от x. То есть просто h – это сумма двух функций f и g. Она тоже дифференцируема, дифференцируема в точке x0. И h' в точке x0 равняется, чему вы думали? Производная f' в точке x0. Да, сумма производная. Никуда не денется. Производная сумма равняется сумме производных. Ну, давайте докажем. Доказательство совершенно, как говорится, straightforward, совершенно лобовое. Значит, давайте просто честно распишем производную h по определению. h' в точке x0 – это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. h x0 плюс дельте x минус h от x0 разделить на дельте x. И поставим сюда определение того, кто такой h. Значит, h – это f плюс g. Значит, получается, вместо h от x0 плюс дельте x, f от x0 плюс дельте x плюс g от x0 плюс дельте x. И нужно вычесть f от x плюс g от x. Все это поделить на дельте x. Так, что-то не пишет, да, уже вижу. Что теперь нужно сделать с этим выражением? Как его можно преобразовать? Ну, разложить. На два предела. Да, значит, я хочу раскрыть скобки и перегруппировать слагаемые таким образом. Значит, вот у меня будет одна скобочка, и вот у меня будет другая скобочка. Значит, поскольку здесь минус, этот плюс тоже заменится на минус. Ну, и получается такая штука. Вот предел при дельте x, стремящемся к нулю. f от x0 плюс дельте x минус f. А, тут я нули забыл. Минус f от x0, определить на дельте x. Ну, давайте я сразу разобью в две дроби. Всегда можно сделать. Значит, вот у меня одна штука, вот у меня другая штука. Вот, ну, а дальше просто видно, что то, что у меня осталось, это предел вот этой штуки. Это просто производная f' в точке x0. А предел вот этой штуки – это просто g' в точке x0. Ну, и дальше потеряем о сумме пределов. Значит, мы знаем теперь, что вот эти пределы существуют, потому что мы предположили, что f и g дифференцируемы в точке x0. Дальше потеряем о сумме пределов. Отсюда, наверное, следует, что эта сумма равняется как раз f' от x0 плюс g' от x0. Вот, собственно говоря, и все, все теоремы. Вот есть ли какие-то вопросы про эту теорему? Окей. Ну, давай тогда едем дальше. Вторая штука, которая мне нужна, это производное произведение. И формулируется она так. Опять же, у меня есть две функции f и g. f и g дифференцируемы в точке x0. И теперь мы рассматриваем функцию h от x, которая есть f от x умножить на g от x. И утверждается, что h дифференцируема в точке x0. Ну, а формула для производной устроена не так хорошо, как формула для суммы. Потому что она вот такая. h штрих в точке x0 это и есть f штрих в точке x0 плюс f от x0 даже штрих от x0. Значит, эта формула называется правилом Рейбницем. Значит, вот такая вот штука. Формула посложнее, чем для суммы, но не слишком сложная. Давайте ее тоже докажем. Но, как обычно, при работе с произведениями, что нужно сделать? Давайте сначала начнем с того же шага, что и в прошлый раз. А именно начнем с того, что просто найдем, допишем предел, который нам нужен. h от x плюс дельта x минус h от x0 разделить на дельта x. И давайте скажем, что эта штука... Ну, хорошо, давайте я второй строчкой напишу, кто такой h. Значит, получается, f от x0 плюс дельта x, g от x0 плюс дельта x минус f от x0 g от x0. Все это дело поделить на дельта x. Всякий раз, когда у нас нарисована, написана какая-то разность двух произведений, полезно нарисовать такую картинку. Похожую картинку мы рисовали, когда обсуждали предел произведения. Там тоже возникала разность двух произведений. И вообще, я эту картинку люблю, потому что она объясняет, кажется, половину такой базовой математики. Давайте я ее вот так нарисую. Значит, пусть у меня вот это будет f от x0, а вот это пусть будет g от x0. И значит, на картинке я предполагаю, что f от x0 плюс дельта x больше, чем f от x0. И то же самое для g выполняется. Но это просто для того, чтобы картинку нарисовать. Понятно, что та формула, которую мы сейчас будем использовать, она будет универсальна. Значит, давайте считать, что у меня вот это... Ой. Значит, теперь вот эта вот длинная сторона – это f от x0 плюс дельта x. А вот эта длинная сторона – это будет g от x0 плюс дельта x. То есть вот у меня было вот такое произведение. Потом я изменил дельту x, и у меня получилось вот такое произведение. И теперь я хочу понять, как устроена вот эта разность. Значит, эта разность, она представляется в виде... Давайте я как-нибудь сделаю, например, вот так. Значит, это вот эта площадь этого уголка. И давайте я этот уголок разобью в два кусочка, как обычно. Например, у нас такой кусочек. И вот такой кусочек. Так, ну и давайте посмотрим, что получается. Значит, площадь... Площадь красненького кусочка – это что такое? Это что, на что нужно умножить? Так. Значит, у нее длинная сторона – это fx0 плюс дельта x. И ее нужно умножить на вот эту вот разницу. Эта разница – это разница между вот этой вот длинной стороной, которая есть g от x0 плюс дельта x, и вот этой вот стороной, которая есть g от x0. Значит, эта разница – это есть g от x0 плюс дельта x минус g от x0. Плюс, значит, вот эта штука – это вот красненькая штука, соответствующая вот этой вот, этому прямоугольничку. И плюс... Значит, какая площадь для зеленого прямоугольничка? Ну, g от x0. Разница между f от x0 плюс дельта x минус g от x0. Да, совершенно верно. Минус f от x0. Минус f от x0. Значит, эту зелененькую вот эту штуку. Ну, как обычно, мы сейчас эту формулу написали, глядя на картинку. И картинка имеет свои ограничения, потому что картинка работает только для случая, когда вот эта сторона больше, чем вот эта сторона, а вот эта сторона больше, чем вот эта сторона. Но на самом деле формула, конечно, будет работать в любом случае. Можно просто раскрыть скобки, привести подобные слагами и убедиться, что вот эта штука – это в точности то же самое, что вот эта штука. На самом деле, как обычно, можно было бы сказать, добавим и вычистим чего-то там. Это, конечно, популярный трюк. Но поскольку он всякий раз выглядит как магия, как мы догадались, что нужно было добавить и вычистить эту штуку. Я в этой ситуации предпочитаю все-таки предложить хоть какое-то объяснение, в данном случае в виде этой картинки. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим на то, что получилось. На самом деле, можно было бы сразу все это разбить в две дроби. Давайте я так и сделаю. Немножко злоупотребляю возможностями электронной доски. Вот. Смотрите. Давайте посмотрим на те два выражения, которые мы видим. Давайте начнем, наверное, с вот этого правого выражения. Смотрите. Здесь Δx стремится к нулю. Ну, и тут у меня есть произведение двух штук. Значит, есть вот такая вот штука, g от x0. Она от Δx вообще не зависит. С точки зрения вот этого предела, вот эта вещь – это просто константа. И есть вот такая вот штука. Значит, есть вот такая вот штука. Давайте посмотрим, куда она стремится. Значит, вот это отношение. Куда она стремится, когда Δx стремится к нулю? Это производная f' в точке x0. f' в точке x0. Да, отлично. И, на самом деле, видно, что слева, с левым слогами происходит что-то очень похожее. По крайней мере, вот эта вот штука тоже стремится к соответствующей производной. В данном случае, это же штрих в точке x0. А куда стремится вот эта вот штука? f от x0 плюс Δx. f от x0. А почему она стремится к f от x0? Потому что от Δx стремится к 0. Ну и что? Да. Ну, x0 плюс это x при Δx стремящемся к 0 стремится к x0. А по сейчас составной функции вроде, предел составной функции, когда там существуют некоторые штуки, равен... Но у нас функция в точке дифференцированного, значит, непрерывно. Да, вот это вот ключевое соображение, что функция f в точке x0 непрерывна. Если бы этого не было бы, то, конечно, мы бы ничего про этот предел хорошего не сказали бы. Потому что, да, правда, что x0 плюс Δx стремится к x0. И правда, что можно применить теорему о пределе сложной функции, но применить ее можно в том случае, если внешняя функция непрерывна. Ну вот в данном случае внешняя функция непрерывна. Ну, точнее, теорему это применить, конечно, можно будет в любом случае, но хороший ответ мы получим в том случае, если внешняя функция непрерывна. Но действительно, эта штука стремится к f от x0, так как f от x дифференцированного в x0 и, следовательно, непрерывно в x0. В прошлый раз мы доказывали теорему о том, что если функция дифференцированная, то она непрерывна. Поэтому можно сделать такой переход. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Смотрите, что мы получаем. У нас здесь есть предел от суммы двух каких-то штук. Каждая из этих штук является произведением двух каких-то штук. И каждая из, каждый из сомножителей имеет предел. Поэтому можно воспользоваться теоремой о пределе произведения, потом воспользоваться теоремой о пределе суммы и сказать, что вся эта штука равняется, поскольку у нас там предел написан, вся эта штука равняется как раз тому, чему мы обещали. f от x0 на g' в точке x0 плюс g от x0 на f' в точке x0. Вот и все. Теорема доказана. На самом деле, если внимательно присмотреться к этому доказательству, то оно кажется довольно понятным. Потому что мы спрашиваем, что происходит с произведением, когда у вас меняется, когда вы меняете x, и у вас меняется каждая из сомножителей. Но вот утверждается, что произведение меняется так. Нужно учесть два эффекта. Один эффект связан с тем, что f поменялось. И мы при этом g как бы фиксируем, смотрим, насколько сильно поменялось f, и смотрим на этот эффект. И этот эффект проявляется в этом слагаемом. Другой эффект состоит в том, что g тоже поменялось. И он оценивается через то, что мы считаем, что f фиксировано, а g поменялось. И соответствующий эффект связан с этим слагаемом. Проявляется вот в этом слагаемом. Но, с другой стороны, эта картинка тоже очень показательная. Есть ли вопросы про эту теорему? Нет. Вопросов нет. Хорошо. Или есть, но их никто не озвучил. Ну ладно, поехали дальше. Следующий теорем будет посложнее. И она, на самом деле, такая важная. Потому что формула, с которой мы работаем, они, как правило... А, да, вот, забыл. Погодите. Значит, следующая теорема посложнее, но я ее не буду доказывать. А именно... Но она не сильно сложная. Посложнее она только тем, что там не удается нарисовать красивую картинку. А, в общем, доказывается, она совершенно тоже совершенно таким же способом, как предыдущий. А именно, это предел частного. Но давайте я сформулирую такую штуку. Значит, пусть у меня есть функция f, пусть она дифференцируема в точке x0. И давайте рассмотрим функцию h от x, которая есть единица на f от x. И я еще хочу, чтобы f в точке x0 не обнулялась. Логично, что если я рассматриваю функцию единицы на f от x, то хочется, чтобы она была определена в точке x0. Тогда, значит, если это верно, тогда h' в точке x0 равняется минус f' в точке x0 разделить на f в квадрате в точке x0. Значит, я предлагаю доказать вам эту теорию в качестве упражнения. Делается так же, как и предыдущая задачка. Честно расписываете определение, приводите, там у вас получается разность двух дробей, приводите к общему знаменателю, и все получается. Я думаю, справитесь. И дальше идет такое следствие. Теперь, если у вас есть отношение двух функций, f и g дифференцированы в точке x0 h от x равняется f от x делить на g от x, g в точке x0 не 0, то производная h в точке x0 равняется... Ох, тут нужно запомнить заклинание. Производная числителя на знаменатель... Вычесть производная знаменателя на числитель и разделить на квадрат знаменателя. Вот такая штука. Только g в квадрате. g, 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 g. g в квадрате. Вот. Ну, на самом деле, эту штуку можно доказывать, опять же, точно так же напрямую, как и раньше. Можно просто сослаться на предыдущее утверждение. Можно сказать, что h от x, можно сказать, что h от x, это и есть f от x умножить на единицу на g от x. И таким образом, h от x по предыдущей теореме, это и есть f от x умножить на производную единицы на g от x. Вот так. Значит, f от x умножить на единицу на g от x плюс f от x умножить на единицу от g от x. И все это подпроизводной. И это такая штука. f штрих от x разделить на g от x минус f от x разделить на g от x. и разделить на g квадрат от x. Да, это я применил. Применил вот это вот правило. Применил я его вот сюда вот. И теперь нужно привести все к общему знаменателю, и получается f штрих от x на g от x минус f от x умножить на g от x разделить на g квадрат от x, как я и обещал. Вот. Честно говоря, я не знаю хорошей картинки, которая бы вот такого типа формулы иллюстрировала. Так, если внимательно присмотреться, то становится понятно, что здесь должно быть что-то похожее. Но, в общем, картинок не знаю. Даже картинка вроде бы у чекса не нужна. Нет, картинка, ну как, понятно, что можно все сделать алгеброй. И все получается совершенно... Я говорю, что если вы начнете эту теорему доказывать, допустим, вот эту теорему, вот эту вот теорему, да, у вас обязательно получится. Ну, если не получится, спросите меня, разберемся. Вот. Но, как бы, вот у меня есть хорошая интуиция. Я понимаю, как работает вот эта формула, и откуда берется каждая слагаемая. И почему она такая. А почему, а вот как работает вот эта формула, у меня вот такой вот хорошей интуиции нет. Уже не один год. В какой-то мере знаю мотоанализ. Но при этом есть формулы, которые я понимаю на уровне того, что я вижу. У меня есть в голове какой-то образ, который позволяет мне чувствовать, откуда берется каждый компонент этой формулы. А вот эта вот формула к таким не относится. Но, тем не менее, она все равно верная. Ее все равно мы постоянно применяем. Можно привести пример какого-нибудь вычисления, какой-нибудь производной. Давайте... Скажем, есть у нас какой-нибудь там синус х, допустим, умножить на х в пятый и разделить на х в кубе плюс 2. Есть какое-нибудь такое выражение, и нам его нужно продифференцировать. И делается это так. Мы просто... Мы просто последовательно применяем эти теоремы. Ну вот, например, изначально мы видим, что это частное. Последняя операция, которая здесь выполняется, это частное. Значит, сначала применяем формулу для производной частного. Значит, нам нужно поделить там на квадрат с номинацией. А дальше здесь должна быть производная числителя. Давайте я пока так напишу. Производная числителя на знаменатель. Вычесть производная знаменатель на числитель. Почему мне все время не хватает буквально нескольких миллиметров в площади доски? И буквально одного дня до додлайна. х в кубе плюс 2 штрих на синус х умножить на х в пятый. Значит, какая-то такая штука. После этого нужно применить... К вот этой штуке нужно применить правило про производное произведение. Значит, что здесь получается? Производная синуса — это кто? Косинус. Да, тут главное со знаками не ошибиться. Производная синуса — это косинус. Значит, получается косинус от х на х в пятый плюс х в четвертый на синус х. Дальше вот это что? Уже 5х в четвертый на синус х. 5х в четвертый, да, конечно. Так, умножить на х в кубе плюс 2. Дальше вычесть производная х в кубе плюс 2 — это просто 3х в квадрате на синус х, да, еще на х в пятый. И все это разделить на х в кубе плюс 5 в квадрате. Извините, пожалуйста. А вот мы же не доказывали, как именно брать вот эти производные. То есть мы просто сказали, что производная синуса — это косинус. И мы как бы считаем, что производную х в пятый мы тоже умеем брать. Это разве не нужно доказать? Ну, по идее, на семинарах, скорее всего, должно было обсуждаться в прошлый раз вычисление производных по определению. Значит, там был, по-моему, целый семинарский листочек про это. По-моему, это вот, который не сегодня только, вот после этой лекции. Нет, в первом пункте предыдущего был. По определению, по определению, что-то считалось, были какие-то производные. Нет, поняла. Спасибо. Сейчас, дайте я на всякий случай проверю. Не ошибся ли я, когда генерировал эти листочки. Ну, по-моему, было такое. Извините за то, что отвлекаю. Можете еще раз показать производную одного делить на F от X? Так, значит, производная. Вот она. Я сейчас доказал. Это, на самом деле, доказывается даже легче, чем произведение. Ну, да, потому что там не нужно ничего вычитать и добавлять. Никакого такого. Здесь доказательство совершенно. Берете формулу, и она сработает. Да, задача один в прошлом семинарском листочке. Там была как раз производная степени, корни, экспоненты и синус и косинус. Все эти производные были. Спасибо большое, я забыла про это. Разве синус в пятой степени – это не сложная функция уже? У меня здесь нет синуса в пятой степени. У меня синус X умножить на X в пятой. Извините, только там заменатель из куба плюс 2. Да, откуда у меня взялась пятерка, вообще непонятно. Плюс 2. Вот. Окей. Так, ну что, давайте теперь поговорим про производную сложную функцию. Это как раз штука, которая позволяет находить что-нибудь типа производное от синус X в пятой. Когда у нас есть какая-то функция, мы ее поставляем в какую-то другую функцию и смотрим, что получается. Вот. Ну, давайте попробуем доказать. Давайте, прежде чем попробуем доказать теорему, давайте попробуем ее придумать, сформулировать, как именно должна выглядеть теорема про производную сложной функции. Значит, смотрите, вот у вас есть… Я сейчас буду использовать такую интерпретацию производной, которая немножко отличается от того, с чем мы привыкли иметь дело. Потому что мы привыкли думать про графики функций, а я буду думать сейчас про функции, как про отображение. Значит, вот смотрите. Пусть у меня есть какая-то точка X0. Значит, здесь у меня будет ось X, а здесь будет ось Y. И у меня есть отображение F, которое превращает нам X в Y. Ну, вот она X0 переводит в какую-то точку F от X0. И теперь я возьму какое-то X0 плюс дельта X. И подействую на нее тоже отображением F. И получу F от X0 плюс дельта X. Теперь смотрите. С точки зрения производной, как увидеть на этом графике, вот на этой картинке, как увидеть, кто такая производная, как она вычисляется, откуда она берется? Поделить отрезок маленький, вот этот между двумя точками, большой. Да, нужно поделить вот эту длину вот этого отрезка на длину вот этого отрезка. Значит, вот этого на вот этого. И это будет как раз ровно то самое выражение, которое у нас стоит в пределе, в определении производной. Значит, F' в точке X0 – это есть предел при дельта X, стремящемся к нулю, F X0 плюс дельта X минус F от X0 разделить на дельта X. То есть, иными словами, если я как-нибудь обозначу вот этот отрезок, например, через I, вот этот отрезок обозначу через F от I, можно сказать вот что, что если я хочу посмотреть на отношение длины F от I, длины этого отрезка к длине вот этого отрезка исходного, то это как раз и есть примерно производная. Ну, по крайней мере, если у меня функция возрастает, то есть если у меня вот эта точка, вот эта точка находится выше, при условии, что вот эта точка находится выше. Ну, и давайте сейчас для простоты считать, что у меня функция возрастает, производная положительно, и тогда верно вот такое вот примерное равенство, которое становится тем точнее, чем меньше дельта X, чем меньше длина отрезка. То есть можно сказать, что производная – это такая штука, которая показывает, во сколько раз изменяются длины отрезков, маленьких отрезков, вблизи точки, в которой мы эту производную считаем, во сколько раз они меняются под действием нашего отображения. То есть насколько сильно отображение сжимает или растягивает. И эта интерпретация оказывается очень полезной, когда мы говорим про производную сложную функцию. Потому что давайте посмотрим, как будет устроена сложная функция. Значит, картинка будет начинаться с того же, что здесь было. У нас есть f, x, y. А еще у меня есть еще одна ось z. И здесь у меня есть точка x0. Она как-то под действием f переходит в точку f от x0. Здесь вот у меня есть x0 плюс дельта X. Она переходит куда-то в f от x0 плюс дельта X. А теперь давайте подействуем еще одним отображением. Значит, у меня есть отображение f вот здесь, которое x переводит в y, а еще у меня есть отображение g, которое, наоборот, y переводит в z. И давайте как-нибудь, допустим, вот это у меня будет g от f от x0 плюс дельта X. И у меня есть отображение g от x. И у меня есть отображение h, которое устроено так. h от x – это есть g от f от x. То есть нам нужно сначала подействовать отображением f, потом подействовать отображением g. То есть вот эта вот штука – это все равно, что h от x0. А вот эта верхняя штука – это все равно, что h от x0 плюс дельта X. Просто нужно пройтись по всем стрелочкам. Теперь вопрос. Вот смотрите, значит, мы знаем, что f как-то растягивает или сжимает отрезочки. И мы знаем, что g как-то растягивает или сжимает отрезочки. Вопрос. А как их композиция? То есть вот отображение h, которое работает прямо вот отсюда, вот сюда. Что она делает? Представьте себе, что я бы знал, что… Давайте смотреть. Я хочу сказать вот что. Чтобы посмотреть, насколько сильно h растянуло вот этот отрезок, я могу посмотреть, насколько сильно отображение f растянуло вот этот же отрезок длины дельты X. А потом посмотреть, насколько сильно отображение g растянуло вот этот отрезок, который у нас здесь получился. И что нужно дальше с этими коэффициентами растяжения сделать? Допустим, одно отображение растягивало в три раза, а другое, допустим, сжимало в два раза. Во сколько тогда раз растягивает композиция? Нужно просто перемножить. Теперь нужно понять, что на что перемножить. Утверждение такое. Смотрите, я говорю, что, опять же, пусть у меня здесь есть отрезочек. То есть есть отрезочек И. Вот это и есть F от И. А вот это и есть G от F от И. Чего хочется сказать? Хочется сказать, что отношение G от F от И к длине И. Ну вот, хочется сказать, что поделить вот эту штуку на вот эту штуку – это все равно, что поделить таким образом. Это есть отношение. Значит, вот такая вот вещь. И умножить на вот такую вещь. И дальше хочется сказать, что у меня, чему это примерно равно. Ну, давай сначала начнем с вот этой вот штуки. Про эту штуку мы знаем, что это примерно наше производство. То, насколько сильно растягивает отображение F отрезочки, которые находятся вблизи точки X0. Значит, вот эта вот штука – это примерно производная. F' в точке X0. А вот эта вот штука – это кто? Значит, она показывает, как сильно растянулся отрезок F от И под действием отображения G. Значит, она тоже какая-то производная, но уже функция G. В какой точке? Может быть, G' от F от X0? В точке F от X0. Вот здесь мы брали производную в точке X0. А вот эту вот производную для вот этой функции нам нужно взять вот в этой точке. Это точка F от X0. Поэтому получается вот такая штука – G' в точке F от X0. И вся эта вещь, она равна примерно H' в точке X0. Ну вот оказывается, что на самом деле вот эти равенства примерные, а вот это равенство точные. Это мы сейчас докажем. Значит, на самом деле это точное равенство. Можно вопрос? А почему мы ставим модули, вот где модуль И? Мы же знаем, что это отрезки. Ну, я говорю, что это длина отрезка. И – это отрезок, а когда я ставлю палочки, это означает, что это длина этого отрезка. Приняла, спасибо. Можете еще раз пояснить, вот там, где мы ставим знаки приблизительно равно, вот какая логика за этими знаками? Ну, смотрите, я говорю следующее. Я говорю, что вот мы знаем, что производная – это предел. Вот давайте вот сюда посмотрим. Производная – это предел отношения вот этого отрезка к вот этому отрезку при условии, что длина вот этого отрезка стремится к нулю. Значит, если я беру… Я не могу взять. Что означает, что это предел? Это означает, что когда дельта х маленькая, то отношение вот этого отрезка к вот этому отрезку близко к моей производной. Ну, это и означает, что я могу написать условно, что отношение вот этой штуки к вот этой штуке – это примерно равно производной. Причем, так сказать, вот это вот примерно равно становится все точнее по мере уменьшения дельта х. Хорошо, спасибо. Вот. Никакого точного математического смысла это равенство не имеет. Точный математический смысл имеет вот это выражение. Но зато оно позволяет как-то об этом думать разумным образом. В частности, вот сказать так эмпирически, эвристически сказать, что если у меня есть композиция двух отображений, и одно отображение растягивает маленькие отрезочки в три раза, а другое растягивает их, допустим, в два раза, то тогда их композиция должна растягивать в шесть раз. Но я говорю, что все это примерно, потому что для конкретных отрезков это не точное равенство, а точным они становятся при переходе к пределу. Но думать про эти переходы к пределу не так-то просто, а про какие-то конкретные отрезки думать легко. Вот. Ну, это все, то, что я сейчас сказал, это не доказательство, это некоторая мотивировка. Но, тем не менее, в ней содержатся основные идеи доказательства. Дальше сейчас будет какое-то аккуратное рассуждение, но это аккуратное рассуждение, это не более чем наведение некоторой строгости, наведение некоторого лоска вот на эту идею. Главная идея находится, на самом деле, вот в этой картинке, и важно понять ее. Ну, доказательства тоже важно понять, потому что там есть, важно понимать, какие здесь есть технические тонкости. Но ключевая идея, она все-таки вот здесь. Давайте посмотрим на эту картинку, есть ли еще по ней вопросы какие-нибудь. Сейчас, я еще раз так мотивирую, что у нас F от I, вот это и есть как бы дельта F. Ну, то есть это же… Ну, смотрите, вот давайте посмотрим, кто такой F от I? Кто такая длина этого отрядачка? Это нам нужно из вот этой точки вычесть вот эту точку, правильно? Да, просто она просто называется так же, как, ну, если бы мы говорили, что это F от дельта I. Но это не F от дельта X, I, это у меня сейчас отрезок. То есть это множество точек. F от I – это образ этого отрезка. То есть это множество, вот я взял, из каждой точки выпустил по стрелочке и посмотрел, куда все эти точки переходят под действием F. Получился новый отрезок. И дальше я говорю, что длина вот этого отрезка, поделить на длину вот этого отрезка, то есть отношение длины этих отрезков, это как раз в пределе, получается, производное. Ну, соответственно, и, так сказать, до предела, если I маленький, то это примерно производное. Да, спасибо. Спасибо. Я не мог бы написать F от дельта X, потому что я должен был написать F от X плюс дельта X. Но сейчас я там введу обозначение с дельта F, она будет как раз от дельта X зависеть. Но здесь оно не нужно, здесь это просто все честное обозначение. Если мы понимаем под... Если мы функцию подставляем множество, то, как правило, подразумевается, что вы находите полный образ этого множества, то есть находите все точки, в которые точки этого множества переходят под действием нашего отображения. Вот, еще вопросы про эту картинку. Хорошо. Ну, давайте теперь аккуратно сформулируем и докажем нашу теорему. Теорема формулируется так. Значит, чего мне нужно? Мне нужно, чтобы функция F была дифференцируема в точке X0. Функция G была дифференцируема в точке... Давайте я ее как-нибудь обозначу, пусть она называется Y0. И она равняется F от X0. Тогда функция H от X, которая есть G от F от X, дифференцируема в точке X0. И H штрих в точке X0, это есть G штрих, взятая в точке F от X0 умножить на F штрих, взятая в точке X0. То есть производная внешняя функция, в которую подставили внутреннюю функцию, умножить на производную внутреннюю функцию. Ну и давайте это аккуратненько докажем. Значит, смотрите. Ну, как бы хотелось бы эту самую теорему доказывать. Ну вот хотелось бы сказать что-нибудь в таком роде. Давайте напишем производную H. Это есть такой предел H от X0 плюс дельта X минус H от X0. разделить на дельту X. Некоторые новые обозначения. Давайте вот у меня есть... Здесь у меня есть X0. Тут у меня есть F от X0. Тут есть X0 плюс дельта X. Ой, тоже F. F от X0 плюс дельта X. Значит, я теперь ввожу такую штуку. Дельта F. Это штука, которая зависит от дельты X. И это просто F от X0 плюс дельта X минус F от X0. Значит, вот эта вещь – это дельта X. А вот эта вещь – это дельта F от дельта X. Ну, просто чтобы каждый раз вот эту длинную разность не писать, я ее сокращаю вот таким образом. то есть это просто то, как зависит вот эта вот разность от вот этого дельты X. И аналогично я сейчас определяю дельту G. Она будет зависеть от дельты Y. И определяется она так. G от Y0 плюс дельта Y минус G от Y0. Значит, Y0 у нас – это то же самое, что F от X0. То есть, на самом деле, у меня картинка достраивается так. Значит, вот здесь вот у меня есть… Давайте я лучше ее даже перерисую по поводу функции G. У меня есть X0. Тут у меня есть… Вот эта штука называется… F от X0. И она же называется Y0. И дальше я могу сделать такую вещь. Я могу вот этому Y0 прибавить какой-то дельты Y. И дальше посмотреть на то, куда все это перешло под действием отображения G. И здесь получается G от Y0. Здесь получается G от Y0 плюс дельты Y. Соответственно, вот эта у меня теперь будет дельты Y. Вот эта будет дельта G от дельты Y. Но в определенном таким образом функциях никак сейчас дельты Y не связаны с дельты X. Он чуть-чуть попозже окажется связан. Мы вместо него будем поставлять дельту F. Но вот сейчас, когда я просто пишу эти функции, у меня есть два отдельные штуки. Значит, тут у меня есть отдельная история, которая происходит вот здесь. Здесь меняется дельты X. И меняется, соответствующим образом, дельты F. И отдельная история, которая происходит здесь. Здесь меняется дельты Y. И меняется дельта G. теперь давайте запишем как устроены производные наших функций в терминах вот этих самых дельты f и дельта g ну вот например давайте скажем что f' в точке x0 это есть предел при дельте x стремящемся к нулю кто на кого на кого поделить на дельта x дельта f от дельта x на дельту x значит вот по определению дельта f от дельта x это вот эта разность ну и собственно говоря видно что то что я написал это просто определение производной я просто использую вот это для сокращения записи ничего нового здесь на самом деле не происходит когда я ввожу эти функции я мог бы без них обойтись просто выкладки стали бы в три раза длиннее хорошо давайте теперь задам такой вопрос а вот h h' в точке x0 как записывается в терминах этих обозначений ну это дельта g делить на дельта x x значит дельта g в какой точке ну в точке дельта g в какой-то точке в точке f от x0 но у нас дельта g от дифференциала это ну не от дифференциала но вы поняли так ну смотрите в точке дельта f от дельта x если бы это назвать это точкой но это не точка ну как раз смотрите все хорошо да дельта g от дельта f от дельта x да потому что как раз как бы дельта g он как раз зависит не от самих точек вот здесь вот здесь а он зависит как раз от как бы от разностей от отрядочков да и как раз дельта f от дельта x это как раз длина вот такого отрядочка то есть давайте я напишу сейчас формулу значит что здесь сказано здесь сказано что для того чтобы найти h' мне нужно совместить вот эти две картинки а именно мне нужно взять и положить вот этот дельта y который здесь произвольный мне нужно сказать что давайте вот этот дельта y возьмем сделаем его равным вот этому вот этому дельта f от дельта x то есть возьмем вот эту вот точечку поместим ее вот сделаем так чтобы она была бы вот здесь и тогда фактически вот к этой вот картинке пририсуется то самое продолжение которое было на предыдущей картинке значит получится вот такая штука у меня здесь есть x0 здесь x0 плюс дельта x они отображаются функцией f в точке соответственно f от x0 f x0 плюс дельта x соответственно вот здесь у меня был дельта x здесь у меня будет дельта f от дельта x а теперь я вот на этот отрезочек я смотрю как изменяется длина вот этого отрезка изменение длины этого отрезка это как раз штука которая называется дельта g но в качестве аргумента этого дельта g я должен поставить вот эту вот эту вот самую длину вот это у меня сейчас мой дельта y ну давайте я это дорисую значит вот здесь будет g от f от x0 или что то же самое h от x0 здесь будет g от f от x0 плюс дельта x или что то же самое h от x0 плюс дельта x и здесь будет дельта g от дельта f от дельта x вот как согласно ли вы с этим определением значит на самом деле ничего сейчас не произошло я просто ввожу вот эти новые обозначения и с помощью этих обозначений записываю мою производную есть ли вопросы по вот этой вот формуле нет, все понятно понятно, хорошо вот в принципе можно было бы не рисовать эту картинку и то же самое сделать алгебраически мне нужно было бы аккуратно написать кто такой дельта g от дельта f от дельта x но на самом деле как только мы бы это бы расписали мы бы увидели бы, что это в точности вот эта вот разница между вот этой точкой и вот этой точкой вот но мне кажется, что картинка тут даже более показательная вот теперь смотрите значит, чего бы мне хотелось бы мне хотелось бы сказать мне хотелось бы использовать ту же самую логику, которую я использовал вот здесь вот с отрезочками да, то есть мне хотелось бы сказать что-нибудь в таком роде значит, хотелось бы написать написать так, что ΔG от ΔF от ΔX разделить на ΔX, это есть ΔG от ΔF от ΔX разделить на ΔF от ΔX и умножить на ΔF от ΔX разделить на ΔX. То есть как бы умножить и разделить на вот эту вот штуку. И тогда, в принципе, все получилось бы довольно логично, потому что вот эта вот штука стала бы стремиться к производной F' в точке X0, вот эта вот штука стала бы стремиться к производной G' в точке F от X0. Но так прямо в лоб не получится. Почему? В чем проблема с таким равенством? Может быть, величина ΔF от ΔX равна нулю? Тогда проблема с таким же? Да, правда. Но вообще говоря, так написать нельзя, так как, может быть, может случиться, что ΔF от ΔX равняется нулю. Кстати, а вот чему соответствует ситуация, когда ΔF от ΔX равняется нулю? Что это значит с точки зрения вот этой картинки? Производная равна нулю, то есть только за счет G? Ну, это пока еще не производная. У нас пока какой-то конкретно фиксированный ΔX. Производная там возникает, когда... То есть отображение в одну точку все пойдет? Да, но это просто означает, что вот две точки, вот эта точка и вот эта точка, они схлопываются в одну. Нам вообще говоря, никто не гарантировал, что наше отображение инъективно. Оно вообще говоря может схлопывать целый отрезок в точку. То есть оно может перевести две точки в одну точку. Поэтому, в общем, никто нам это не запрещает. И в этом случае вот это равенство не работает, потому что его правая часть просто не определена. У нас есть проблема. Вот. Поэтому вместо этого... Ну, как бы мы сейчас немножко просто воспользуемся той же самой идеей, но исправим это доказательство, исправим эту проблему, которая связана с тем, что вот эта вот штука может быть равно нулю, и стало быть, вот эта вот штука может быть не определена. А именно я хочу вот такого типа выражения доопределить в нуле так, чтобы получающееся выражение было бы непрерывным. Помните, у вас была такая задачка, на Меттерме даже была. Там был вопрос, типа, можно ли переопределить или доопределить функцию так, чтобы она стала непрерывной в точке. Ну, и вот сейчас мы как раз этим и займемся. Так. Значит, давайте сделаем такую вещь. Рассмотрим такую функцию. Значит, я рассмотрю функцию g. Это функция, которая зависит от дельты у. и устроена она так. Значит, вот изначально моя функция g – это как бы вот это вот выражение, в котором я обозначил вместо вот этого дельта f от дельта x, я написал дельта y. Но я хочу, чтобы эта штука была бы определена в том числе там, где дельта y равняется нулю. Поэтому давайте я напишу так. Значит, g от дельты y равняется... дельта g от дельты y разделить на дельту y, если дельта y не ноль, а если дельта y равняется нулю, что мне нужно написать вот здесь, чтобы функция, которую я определяю, была бы непрерывна в нуле? Когда определить? Значит, вот само это выражение, оно не определено в нуле. Но я хочу его доопределить, я хочу рассмотреть такую новую функцию, у которого значение в нуле определено так, чтобы эта новая функция в нуле была бы непрерывной. Как это сделать? Можно взять предел уже той же функции. Предел, да. И чем он равен? Значит, я хочу вот сюда записать предел при дельты y, стремящемся к нулю. Ну, от этой же функции. Эта функция пределит y, не стремящемся к нулю, равняется вот такой штуке. И что мне нужно сюда записать? Ну, наверное, как раз этот предел. А чем он равен? Кажется, что нулю. Производная. Производная кого? В какой точке? g от y0. g штрих в точке y0. Совершенно верно. Но это же по факту как раз вот этот предел, который вы написали. Ну, совершенно верно, конечно. Именно так. Вот этот предел, который я написал, это в точности g штрих от y0. И именно поэтому я его пишу сюда. Можно вопрос? А что еще раз вот это за функция g большой от дельты y0? Значит, я сейчас определяю некоторую функцию, которая мне понадобится для дальнейшего. Значит, самое главное сейчас понимать, как она определена. Определена она вот так, как написано. Значит, в тех точках дельты y, которые не равны нулю, она просто равна, ну, ровно тому пределу, ровно тому отношению, которое подставляется в предел при вычислении производной g штрих в точке y0. А при дельте y равном нулю, она равна самой этой производной. Да, я поняла. Вот. Теперь смотрите. Утверждение мое такое. Вот после того, как мы эту функцию g от y0 определили, я делаю такое заявление. Дельта g от дельта f от дельта x разделить на дельту x и есть g от дельта f от дельта x умножить на дельта f от дельта x и разделить на дельту x. И выполняться это равенство будет уже всегда, в отличие от вот этого равенства, которое, вообще говоря, может не выполняться. В том случае, если дельта f от дельта x равняется нулю. Вот это равенство выполняется всегда. Давайте посмотрим, почему это так. Значит, во-первых, видно, что, на самом деле, вот это вот равенство – это просто примерно то же самое, что вот это равенство. Да, ну вот, давайте смотреть, какие у нас есть варианты. Первый вариант. Значит, смотрите, мы вот здесь вот вычисляем значение функции g и мы в него вместо дельты y подставили дельта f от дельты x. Значит, какие у нас есть вообще варианты? Чему это g может равняться? И от чего это зависит? Зависит от значения дельты y. Америка, то есть от дельты f от дельты x, насколько я понимаю. Да, значит, зависит от дельты f от дельты x. Значит, на самом деле, есть два принципиально разных варианта. Первый вариант. Дельта f от дельты x не равняется нулю. Тогда мы находимся вот в этой строчке. И в этом случае это равенство превращается в такое. Значит, если дельта f от дельты x не 0, то g от дельта f от дельты x равняется дельта g от дельта f от дельты x разделить на дельта f от дельты x. Ну, смотрите, что при этом происходит. Значит, тогда у меня справа, вот здесь вот, вместо вот этого g я должен поставить вот такую штуку. Ну, после этого чудесным образом дельта f от дельта x вот здесь и вот здесь, они чудесным образом сократятся. И у меня получится честное тождество. Значит, вот у меня вот этот числитель, а вот этот знаменатель. Продолжение следует... Значит, никакой проблемы с делением на 0 здесь не возникает, потому что как раз я рассматриваю случай, когда дельта f от дельты x не нулевой. И вот получается, что равенство работает. Давайте теперь рассмотрим второй случай. И если дельта f от дельты x равняется нулю, что тогда? Ну, давайте сначала, чему равняется значение левой части тогда? Чему равняется дельта g от дельта f от дельты x, деленное на дельты x? Нулю. Нулю. Потому что дельта g, если в него поставить 0, то это означает, что вы смотрите... Ну как, вот давайте посмотрим, что такое дельта g. Давайте вернемся в определение дельта g. Дельта g от дельты y – это разница в значении g в точке y0 плюс дельты y и значению g в точке y0. Если так оказалось, что дельта y равен нулю, то здесь просто написано g от y0 минус g от y0. То есть это, конечно же, 0. То есть если аргумент вот этого дельта g нулевой, то результат тоже нулевой. Поэтому левая часть в этом случае обнуляется. Да, но, естественно, мы рассматриваем ситуацию, когда сам дельта x не 0. Потому что мы потом будем поставлять это все дело в предел при дельта x, стремящемся к нулю, а там дельта x не нулевой. Дельта x у нас всегда не нулевой. Значит, у нас здесь слева получается 0 делить на дельта x, и это точно 0. Значит, дельта g, дельта f от дельты x, это есть дельта g в нуле, это и есть 0. И левая часть вот этого равенства звездочка равна нулю. А правая? Ну, тоже 0, потому что мы на него, ну, мы домножаем. Да, смотрите, значит, чудесным образом происходит следующее. Во-первых, вот у нас нет никаких проблем вот в этой функции. Она чудесным образом определена в том случае, когда дельта f от дельта x равняется нулю. Вот эта штука чудесным образом определена, и никаких проблем с ней нет вообще. Это какое-то конечное число. А вот эта штука просто равна нулю. Потому что вот эта штука равна нулю. Можно вопрос? А еще раз можно, почему дельта g от нуля равна нулю? Значит, почему дельта g от нуля равна нулю? Давайте посмотрим в определение дельта g. Значит, дельта g – это вот такая штука. Она меряет разницу в значениях g в точке y0 плюс дельта y и y0. И если дельта y равно нулю, то тогда это просто разница в одной и той же точке. g от y – 0 минус g от y – 0. Это 0. Да, я поняла, спасибо. То есть все вот эти вот штуки, дельта f и дельта g, они 0 переводят в 0. Если вы стартуете, если у вас вот на этой картинке дельта x была бы нулевой, то это означает, что мы просто два раза прошлись по одной и той же стрелочке, попали в отрезок длины 0. Вот. Значит, левая часть равна нулю, и правая тоже. Так как g чудесным образом определено, g большое. Сейчас g штрих. Если g штрих от y – 0, какое это число? Значит, никакого деления, никакого ухода на бесконечность здесь не происходит. И дельта f от дельта x равняется 0. Вот. Ну вот. То есть, смотрите, мы выяснили, что вот это равенство, оно выполняется всегда. При дельте x, не равных нулю, это равенство, оно всегда выполняется. Что остается сделать, чтобы перейти от этого равенства, перейти к производным? Предел все эти? Да, давайте возьмем предел при дельте x, стремящемся к нулю. Значит, мы знаем, во-первых, что предел левой части при дельте x, стремящемся к нулю – это производная нашей сложной функции, производная h. мы здесь вот это вот выписали однажды. Так что можно писать так. h штрих в точке x0 – это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. Дельта g от дельта f от дельта x разделить на дельту x. Это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. g от дельта f от дельта x умножить на дельту f от дельта x разделить на дельта x. Вот. А теперь смотрите, что здесь происходит. Значит, во-первых, это предел предпроизведения. Так что давайте посмотрим на каждый со множитель. Куда стремится вот этот со множитель? Производная в текст. В какой точке? x0. В нашей точке x0. Да, теперь давайте посмотрим на вот эту вот оставшуюся штуку. Что можно сказать про нее? Во-первых, у нас внешняя функция. То есть это как бы сложная функция. И у нас внешняя функция непрерывна. Давайте поймем, в какой точке она непрерывна и в какой точке нам нужна непрерывность. Значит, во-первых, что вы можете сказать про предел при дельта x, стремящемся к нулю, дельта f от дельты x? Чему равняется вот эта штука? Нулю. Нулю. А почему она равняется нулю? Ну, точно так же, как мы с g делали. То есть просто дельта x – это одна точка. Но сейчас. Я сейчас говорю, что не ее значение равно нулю. Значение – это равно нулю. А как доказать, что предел равен нулю? То есть нам на самом деле нужно доказать, что вот такая вот штука. Опять же, каким слайдом мы здесь пользуемся? Непрерывностью. Да, мы пользуемся непрерывностью. Я считаю, что этот предел равняется нулю, потому что равняется нулю, так как f непрерывно в точке x0 в силу дифференцируемости. Можно это еще раз объяснить? Я не очень поняла, как тут дифференцируемость вообще связана. Ну, смотрите. Что здесь написано? Здесь написано, что значение функции f вот в этой точке становится близко к значению функции f в точке x0. Сказать, что вот этот предел равен нулю – это все равно, что сказать вот такую штуку. Ну как, ну можно было бы формально сказать, что давайте мы вот это f от x0 вынесем за знак предела. Потому что константом ее можно вынести за знак предела. У нас остается вот такая штука. Предел при дельта x, стремящемся к нулю, f от x0 плюс дельта x минус f от x0. А вот этот вот предел, он равняется значению функции f в точке x0 благодаря непрерывности. Как бы сказать, что вот эта вот штука равна f от x0 – это все равно, что сказать, что f непрерывно в точке x0. Просто по определенной непрерывности. Мы говорим, что в точке x0 функция дифференцируема, значит, непрерывно, а и по определению непрерывности тогда… Да, 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 совершенно верно, да. Ну, как бы понятно, что вот этот вот предел – это на самом деле вот это ровно то же самое, что вот такой предел. Просто можно переобозначить, можно сказать, что вот когда… Если я переобозначу x0 плюс дельта x через x, то тогда стремление дельта x к нулю – это все равно, что стремление xa к x0. И дальше просто вот эта вот штука – это просто тот самый предел, который был в определении непрерывности. Вот. Поэтому, значит, вот эта вот штука… Она, внутренняя функция, она стремится к нулю. А внешняя функция, вот эта g, она непрерывно в нулю. Поэтому дальше можно применить теорему о пределе сложной функции. Значит, вот у меня есть первое утверждение, что внутренняя функция стремится к нулю. Второе утверждение – внешняя функция g непрерывно в нулю. Ага. Спасибо. А почему же я непрерывно в нулю? Ну, потому что мы так задали ее. Потому что, да, потому что мы ее так построили. Мы ее специально построили так, чтобы она была непрерывной. Вот это как раз первое место, где нам эта непрерывность понадобилась. Заметьте, что вот во всем вот этом вот рассуждении мы нигде непрерывность уже и не пользовались. Единственное, чем мы пользовались, тем, что оно в принципе в точке ноль, что оно в принципе определено. Непрерывностью мы здесь не пользовались. Но вот теперь, когда мы переходим к пределу, нам эта непрерывность понадобилась. Потому что благодаря тому, что g непрерывно в нуле, мы можем написать предел сложной функции. Значит, предел при дельта х, стремящемся к нулю, g от дельта f от дельта х, равняется g от вот такого предела. Значит, вот здесь вот используется теорема про теорема о пределе сложной функции. И эта штука равна просто g в нуле. А чему равняется g в нуле? g штрих в нуле. g штрих в нашей точке y ноль, то есть g штрих в точке f от х ноль. Опять же, ровно потому, что мы так ее определили. Мы определили g от дельта y, мы сказали, что она равняется g штрих в точке y ноль. Определили мы ее не просто так с бухты барахта, потому что нам нужно было, чтобы она была непрерывной. И поэтому нам нужно было выписать ровно тот самый предел, который и дает нам это производство. Вот. Теперь смотрите, то есть что получается? Получается, что вот эта штука стремится к f штрих в точке x ноль. А вот эта штука стремится к g штрих в точке f от x ноль. То есть ровно то, что мы и хотели. Можно вопрос задать по поводу записи вот со штрихами? Вот в самом начале, где вы начали доказательство этой теоремы, строгое уже, вы написали h штрих от x ноль. Мы сначала обозначили h, то есть g от f от x ноль, а потом написали, что h штрих от x ноль равно g штрих. Ну, в общем, g штрих от f от x ноль и так далее. Вот. Кажется, что g штрих от f от x ноль – это и так производная h от x ноль, потому что мы так обозначили h от x ноль, что это просто g от f от x ноль. Смотрите, да, здесь важно понимать, что от чего зависит. Значит, вот у меня определение вот этой функции. И здесь есть… Значит, вот это h, оно зависит от x. То есть это штука, которая… Вот у меня здесь есть x, и тут у меня есть значение h. g, оно зависит от y. То есть это отображение вот такое. И когда я записываю, например, g штрих от f от x ноль, это означает следующее. Это означает, что я смотрю на производную… То есть я смотрю на то, как меняется значение g, когда я меняю вот здесь вот эту вот штуку, меняю y. Причем, как бы, это значение я могу вычесть в разных точках. В том числе я могу вычесть в точке f от x ноль. Но важно понимать разницу между самой функцией g и ее производной, которая есть вот такая вот штука, и функцией h, которая идет вот отсюда, вот сюда. Как? А то есть получается, что так как мы в скобках уже в аргументе написали f от x ноль, ну да, понятно. А если бы там было… Вот эту вот запись нужно читать так, что мы вычлили производную g. Производная g – это какая-то функция, которая нам… Вот эти вот точечки отображают, которая определена снова на y, и, соответственно, принимает значения в разных точках, она принимает разные значения. И я здесь вот в эту самую производную, я вычисляю ее значение в точке f от x ноль. То есть я просто смотрю, как сильно вот такие вот отрезочки преобразуются под действием отображения g. Именно отрезочки, которые стартуют вот в этой вот точке. Вот. И как бы, ну вот когда я пишу g штрих, это означает, что это производная g по своему аргументу. То есть в данном случае вот по этому, по y. А вот этот вот h, это я считаю производную вот этой вот штуки по вот этому x. Это разные штуки, это разные вещи. Если взять в скобки g от f от x ноль и поставить… Ну, если бы я написал бы вот так, если бы я написал бы вот так, да, это просто было бы ноль. Потому что, ну, как бы, если я под этим штрихом подразумеваю дифференцирование по x, а x ноль у меня фиксированное число, то тогда это просто ноль. А если бы там был x, то это просто было бы производное h по x? А если бы это было… Да, если бы это было x, то это было просто производное вот это вот. Вот это вот ровно вот это вот производное. Ага. Понятно. Спасибо. Вот. Хорошо. Ну что, то есть мы выяснили, что эта штука стремится к f штрих от x ноль, вот эта штука стремится к g штрих в точке f от x ноль. И, в общем-то, все доказано. Можно попросить вас повторить конец? У вас там двумя пунктами отмечено. Значит, вот эти два пункта мне нужны для того, чтобы применить теорему производной сложной функции. Я рассматриваю вот это выражение как сложную функцию, у которого внешняя функция – это g, а внутренняя функция – это дельта f. Дальше, как устроена теорема производной сложной функции? Ну, по крайней мере, в одной из своих форм она говорит следующее. Она говорит, что если внутренняя функция имеет предел, а внешняя функция непрерывна в той точке, к которой стремится внутренняя функция, то тогда можно знак предела занести внутрь этой внутренней функции, внутрь внешней функции, то есть сделать вот такое равенство. Для того, чтобы это написать, мне нужно доказать непрерывность g в той точке, к которой стремится внутренняя функция. Для этого я, во-первых, сказал, что внутренняя функция стремится к нулю, потому что непрерывность. Во-вторых, я сказал, что внешняя функция непрерывна в нуле, потому что мы ее так построили. После этого теорема определенной сложной функции становится применимой. Мы обосновали, что мы находимся как раз в условиях этой теоремы, и поэтому вот это равенство можно написать. Но после того, как мы это равенство написали, дальше все делается автоматически. Значит, вот эта вот штука стремится к нулю. Значит, я просто спешу здесь ноль. Этот предел просто равен нулю. Получается g от нуля. Но g от нуля по построению, мы так ее сделали, это g штрих в точке y к нулю. И вот я его и записываю. А y к нулю – это то же самое, что f от x к нулю. Это просто наше обозначение для краткости. Так что получается, что вот эта штука, она стремится как раз к g штриху от f от x нулю. Спасибо. Вот. Так, еще вопросы по этому доказательству?